Севастополь А теперь об этих и других темах подробнее. 2 сентября в России отметят День работников нефтяной и газовой промышленности. Это праздник представителей разных специальностей – геологов и буровиков, разработчиков, строителей и технологов. Праздник был установлен в 1980 году и отмечается в первое воскресенье сентября. В Севастополе накануне этой даты чествовали сотрудников предприятия «Севастопольгаз». Как поздравляют работников газовой отрасли, расскажем в следующем сюжете. Звание «Заслуженная энергетика Российской Федерации» подаваться из своих коллег получает главный инженер предприятия «Севастопольгаз» Сергей Самойленко. В газовой промышленности он работает более 20 лет. Это второй человек в Севастополе, который удостоен такого высокого звания. Всегда старались работать на благо Севастополя, на благо жителей Севастополя, чтобы, как говорят в газе, чем меньше нас видят, тем лучше вы работаете. Поэтому мы старались всегда делать хорошо. Прежде всего, это не только моя заслуга, это заслуга, прежде всего, коллектива нашего «Севастопольгаза». Это большой, серьезный, очень умный, очень работоспособный, очень слаженный коллектив. Предприятию «Севастопольгаз» без малого 60 лет. Оно поставляет голубое топливо в дома почти 150 тысяч севастопольских семей, обеспечивает природным газом 400 промышленных предприятий. На торжественном собрании в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности, виновники торжества, инженеры, слесари, водители, бухгалтеры – все те, кто прямо или косвенно помогает голубому топливу добраться до наших домов. Сотрудников предприятия наградили благодарственными письмами от губернатора Севастополя и законодательного собрания города. АПЛОДИСМЕНТЫ Для меня это не просто какая-то очередной профессиональный партнер в течение года. Это моя первая специальность в выявлении измеренных газов и скважерах. В каждой дом, в каждую квартиру вы приносите тепло. Мне очень хочется пожелать вам сегодня, чтобы жители нашего города как можно чаще, как можно больше задумывались о том, что есть такие замечательные люди, которые ежедневным своим трудом делают жизнь каждого жителя нашего города комфортной и спокойной. Еще в начале прошлого века трудно было себе нашу жизнь представить без воды. А сегодня, в 21 веке, без газа и немцы не то, что можно остаться без воды, а не дай бог и без калибра. Фотографии лучших работников Севастополя-газа будут висеть на почетной доске предприятия. Руководство отметило – сделано многое, но еще большее предстоит. По поручению президента России, Севастополь к 2020 году должен быть полностью газифицирован. Сейчас работы активно идут в сельской зоне города. В этом году построят газопроводы в Любимовке и Андреевке, а также спроектируют схемы газификации порядка 400 домов. Кроме того, газ поведут в села Бельбекской и Байдарской долины. А поздравляют с днем работника нефтяной и газовой промышленности. Всех работников этих отраслей – Светослав Данилов, Мария Буйлова и весь коллектив информационного канала Севастополя. Экологическая ситуация в Крыму стабильна. Специалисты Роспотребнадзора сообщили – отклонений от нормы в районе выброса химических веществ на севере Крыма нет. Пробы почвы брали на территории села Перекоп, городов Армянск и Красноперекопск, а также на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Загрязняющих веществ не нашли и в воздухе. Напомним, выброс неизвестного вещества в атмосферу произошел на севере полуострова в ночь на 24 августа. Пользователи социальных сетей сообщили о маслянистом налете на металлических предметах, крышах домов и растениях. 650 миллионов рублей удалось сэкономить в результате проведения конкурсных процедур по государственным закупкам в Севастополе. Об этом сообщил директор Департамента финансов города Владимир Штоп. В соответствии с федеральным законодательством есть два способа определения поставщика – конкурентный и закупка у единственного претендента. Более популярный первый метод – это запросы предложений, котировок, конкурсы и другие процедуры. А в Севастополе самым распространенным стал электронный аукцион. В этой форме с начала года определили около 80% поставщиков. Сэкономленные в результате конкурса процедур средства останутся в бюджете у главного распорядителя в его государственной программе. Главное управление культуры сэкономленные средства перераспределило на капитальный ремонт кинотеатра России. Департамент образования 12 миллионов перераспределил на оснащение детских садов, которые были переданы от Министерства обороны. То есть это решает главный распорядитель. Повышение стипендий, усиление контроля за лифтами и упрощение получения за грамм паспортов. Новые законы начнут действовать в России с 1 сентября. Студенческие стипендии вырастут на 4%. Выплата увеличится примерно на 150 рублей. Минимальный размер академической стипендии в новом учебном году составит 160-33 рубля. А компании, которые эксплуатируют и ремонтируют лифты, будут обязаны информировать Ростехнадзор о своей деятельности. Несчастные случаи, связанные с этими объектами, специалисты связывают с отсутствием должностного контроля за эксплуатацией подъемников. Уточним, сейчас в стране около 700 компаний занимаются сервисным обслуживанием лифтов. Новый закон позволит надзорным органам проверять такие организации. Еще больше МФЦ станут выдавать биометрические грамм паспорта. Теперь эта услуга будет доступна хотя бы в одном многофункциональном центре в округах, где проживают свыше 50 тысяч человек. А уже в эту субботу десятки тысяч севастопольских школьников вновь сядут за парты. А более 500 детей впервые пойдут учиться в новое здание Севастопольской музыкальной школы номер один имени Римского Корсакова. Оно стало подарком ко дню города. 14 июня объект принимала комиссия вместе с губернатором Дмитрием Осяниковым и родителями учеников. Летом привезли инструменты и поставили новую мебель. А к первому сентября в музыкальной школе для родителей и гостей готовят сюрприз. Что покажут на большой сцене, узнала Марина Кравцова. Тамара и Аня одни из первых начали репетировать в новом здании музыкальной школы. Яркое самобытное произведение «Венгерский танец» прогоняют еще и еще раз. Это будет подарок и сюрприз для гостей школы на торжественном открытии. Среди учеников Жанны Черкашиной, педагога по фортепиано. Прогульщиков нет. На занятия дети идут с удовольствием даже на каникулах. Секрет в особом индивидуальном подходе. Стараюсь подбирать программы музыкальные произведения, которые бы были в тон их нынешнему состоянию душевному. Ну и маленькие детки тоже стараемся помимо учебного плана, учебной программы увлечь какими-то интересными такими музыкальными фокусами, чтобы им было не скучно. А новая обстановка дает вдохновение педагогам. Перед переездом волнение, конечно, было, но все поменялось, как только зашли в здание. Площадь – три с половиной тысячи квадратных метров. Почти в пять раз больше старого помещения. Отдельные классы, светлые и даже с балконами. Все оказалось здорово. Не знаю, мне здесь легко дышится, легко работает. Я в предвкушении нового учебного года, всего, что будет нового. Это первая в Севастополе и Крыму такая музыкальная школа, построенная специально по госстандартам. Раньше все музыкальные школы города располагались в помещениях, только приспособленных под учебную деятельность. Это же здание стало подарком инвесторов городу. Ответный подарок сейчас готовят ученики. Одним из главных номеров на концерте станет выступление хора, лауреата всероссийских конкурсов. У вокалистов условия для репетиции теперь тоже иные. Новые возможности, можно так сказать. Вот посмотрите на наш кабинет. Очень просторный, светлый, как раз для хоровых занятий. Все что-то новое, какие-то новые планы возникают. А планы у нас – это заниматься, учиться пению и выступать на конкурсах, показывать свои достижения. История музыкальной школы номер один началась в 1938 году. И традиции здесь очень крепкие. Главными называют профессионализм и общее воспитание детей. Но и новых методик немало. В коллективе много молодых педагогов. Постоянно проводят мастер-классы. В сентябре начнет работать детская творческая школа Свердловской области. По специальности – духовые инструменты и фортепиано. Будут мастер-классы профессоров Московской консерватории имени Тиши, фортепиано и скрипка. И дальше потом приедет наш большой друг и помощник Юрий Александрович Розум, народный артист России, президент Международного фонда, помощи юным музыкантам. Это тоже будут мастер-классы, общения, концерты. Вот таким образом. Это у нас сентябрь, октябрь. Там еще добавится. В музыкальной школе в лучших театральных традициях держат интригу. И посмотреть на главный сюрприз нам разрешили лишь на несколько секунд. В Большом концертном зале сейчас идут последние приготовления к празднику – оформление текстилем. Но и с первого взгляда ясно – будет стильно, сдержано в классических канонах. Парадный вид откроется только 1 сентября. А уже в понедельник на занятия придут больше 500 учеников. И как отмечают педагоги, интерес к музыкальному образованию большой. В этом году поступило больше 180 заявок. Марина Кравцова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Сюрприз готовят не только в музыкальной школе. Центр удаленного доступа к фонду президентской библиотеки откроют в Международном детском центре «Артек» 16 сентября. Электронный читальный зал – это свободный доступ к более чем 600 тысячам книг. На портале президентской библиотеки есть и коллекция уникальных документов об истории Крыма. А четыре центра удаленного доступа к фонду работают и в Севастополе. Работают в Севастополе и над ремонтом дорог. В 2018 году в городе отремонтируют порядка 60 автомобильных участков. На эти цели правительством Севастополя выделены более 350 миллионов рублей. В программу благоустройства вошел и Балаклавский район. Подробнее о том, где сейчас ведутся дорожные работы, узнала Катарина Вербицкая. В этом году по программе капитального ремонта в Балаклавском районе отремонтируют более 11 километров дорожного полотна. Сейчас идет текущий ремонт дороги на улице Шелковичная. Ее протяженность почти 800 метров. Сейчас выполняются работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Будут выполнены работы по замене бортового камня и устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. После того, как работы будут завершены, будут выполнены работы по нанесению разметки. На ремонт этого участка выделены порядка 6,5 миллионов рублей. Ежедневно на объекте трудятся 10 рабочих и 5 единиц техники. Ремонт планируют завершить к середине сентября. Всего по Балаклавскому району запланировано выполнение работ на 13 улицах, из которых 8 улиц в черте Балаклавы. На сегодняшний день еще 5 дорог находятся в работе. Параллельно с капитальным ремонтом дорожного полотна по улице Шелковичная ведутся работы и на Терлецкого, Садовой, Песочной и Горной. А за ремонтом дорог Севастополя продолжат наблюдать Катарина Вербицкая и Андрей Вовк. Информационный канал Севастополя. Далее о датах. 83 года назад донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму добычи угля в 14 раз. С этого началось стахановское движение в стране. Оно стало основной формой социалистического соревнования в СССР. Уже через несколько месяцев почти на каждом советском предприятии появились свои передовики. Сейчас стахановцами называют активных и трудолюбивых работников. Перейдем к новостям культуры. 333 спектакля и 120 тысяч зрителей. Это итоги 107 сезона в театре имени Луначарского. Он проходил с октября по август и завершится 2 сентября. О самых громких премьерах этого сезона и о том, какие новые постановки ждут зрителей в следующем, расскажет Елена Карнаухова. Одна из самых громких премьер сезона – «Мастер и Маргарита». Постановку посмотрели около 10 тысяч человек. Спектакль показали 12 раз и на каждом был аншлаг. С «Мастер и Маргариты» начнется следующий 108 сезон. Все билеты на постановку на 10 октября уже проданы. Это беспрецедливый случай, когда у нас появился лист ожидания. То есть, помимо того, что билеты перекупаются, спрашиваются лишние билетики, но еще появился лист ожидания. То есть, записываются в очередь на следующий спектакль. В четверг артисты театра приоткрыли завесу тайны. Они представили афиши спектаклей 108 сезона. В марте 2019 зрителей ждет еще одна громкая премьера – «Бесы». Этот спектакль планируют сделать фестивальным. Это очень серьезная премьера, очень серьезное, опять же, испытание. Как видите, мы берем названия достаточно сложные. И это всегда некая планка для нас. Мне кажется, что это будет очень серьезное, вот мое личное, как главного режиссера, как режиссера-постановщика, высказывание на тему молодежных течений модных, на тему рождения таких модных идей, рождения террористических организаций. Но мне хочется об этом, об этих проблемах говорить на понятном языке. В следующем году запланировано еще одно масштабное событие – начало реконструкции здания театра. Сейчас уже идут проектно-изыскательские работы. В ходе реконструкции планируют заменить все коммуникации, отреставрировать фасад здания, провести серьезное техническое переоснащение. По итогам, к большой и малой сценам в театре добавится еще одна экспериментальная площадка для новаторских спектаклей. Во время ремонтных работ артисты будут гастролировать по России. В ноябре 2019-го труппа начнет паковать чемоданы. В таком передвижном режиме проведут около трех лет. В Севастополе актеры театра имени Луначарского также будут играть спектакли, но на другой площадке, где пока обсуждается. О ярких впечатлениях от новых постановок ждут Елена Корнухова и Андрей Вовк. Информационный канал Севастополя. И о спортивных событиях. Чемпионат вооруженных сил России по футболу пройдет в Севастополе и Крыму с 3 по 9 сентября. Десять команд от военных округов, флотов и других формирований встретятся на стадионах нашего города Новопавловки и Бахчисарая. Торжественное открытие и первый матч состоится в Севастополе 3 сентября на стадионе СКС. Жеребьевку команд проведут накануне. Напомним, чемпионат вооруженных сил по футболу возобновят после 12-летнего перерыва. Порхать как бабочка решила самка тюленя в Орегонском зоопарке. Животное и насекомое разделяло прочное стекло бассейна. Поначалу тюлень наблюдал за бабочкой, затем начал подражать ее движением. За необычным дуэтом наблюдал смотритель океанариума. По его словам, зрелище было забавным и трогательным. Тюлень и бабочка кружили несколько минут. Зоологи полагают, что подводный обитатель зоопарка впервые увидел насекомое. И в завершении выпуска о погоде. 31 августа в городе переменная облачность без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 21 градусов тепла. Днем 29-31 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова